Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем изучать 18 главу книги «Второзаконие». Здесь законы о доле священников-левитов, законы против колдунов и гадателей, и свидетельство Господа о том, что он пошлет израильтянам пророка, подобного Моисею, и об испытании пророков. Священникам-левитам, всему колену-левину, не будет части и удела с Израилем, они должны питаться жертвами Господа и его частью. «Удела же не будет ему, то есть колену-левину, между братьями его, сам Господь удел его, как говорил он ему». В применении к современной жизни апостол Павел говорит о том, что священник кормится от благовествования. Он проповедует Слово Божие, заботится о бессмертных душах, посомах, а те заботятся о поддержании его телесных нужд, иначе ему придется отвлекаться и на это. А главное, что должен делать священник, это совершать таинство и проповедовать. Третий стих. «Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву валов или овец, должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок, также начатки от хлеба твоего, вина твоего, елея твоего, и начатки от шерсти, овец твоих отдавай ему. Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим и служил и благословлял во имя Господа сам и сыны его во все дни». Я помню, когда я служил в Сибири, это сибирский Куйбышев под Новосибирском, и там очень набожные были люди, поляки. И вот если они забивали скот, они обязательно часть от свежего забоя приносили священнику. Приносили, говорили, вот пан священник, отец, возьми. Такая забота была. «И если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь». Вот здесь интересная такая мысль, что как бы совпадает желание души священника с волей Бога. «По желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить по имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаковой частью сверхполученного от продажи отцовского имущества». То есть здесь говорится о том, что если левит хочет переехать в другую местность, а ведь нет у земли левитов, каждое колено имеет, а они как бы могут находиться везде. Они продают свое жилище, переезжают в другое место, и они пользуются теми же правами, которые имели по закону Моисееву в том месте, откуда переехали. Далее идут законы против колдунов и гадателей. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии». Мерзость — это прежде всего преступления сексуальные. Но иногда сексуальные преступления совершали на ритуальной почве, такие оргии ритуальные были, смешанные с человеческими жертвоприношениями, и колдуны принимали в этом участие. А гадатели решали, кто станет жертвой, какой ребенок. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь». Это был такой культ, посвященный чаще Молуху. Зажигались огни, и людей проводили через эти огни, считали, что этот огонь, он очищающий огонь. В советское время всех детей тоже пропустили через вечный огонь, якобы под предлогом почитания наших воинов погибших, хотя мы почитаем наших воинов молитвой заупокойной и установлением поклонных крестов и часовен в местах особых боев. А тут вот под благовитным видом всех детей Советского Союза пропускали через огонь, проводили через этот огонь, который называется, к тому же, вечный огонь. А мы из Библии знаем, что вечный огонь – место, уготованное дьяволу и ангелам его. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель». Прорицатель – это тот, который что-то предсказывает. «Гадатель» – это тот, кто гадает. «Ворожея» – тот, кто выражит, используя какие-то предметы, он их бросает, ну, как вот гадание на картах – это тоже «ворожея». «Чародей» – это тот, кто творит какие-то ложные чудеса и знамения. «И обаятель» – это вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Это собеседующий с мертвыми. «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не тот дал Господь Бог твой». То есть у нас нет необходимости обращаться к гадателям и прорицателям, потому что мы имеем вернейшее пророческое слово – это Библия, и мы руководствуемся этим текстом. Далее говорится о пророке, которого пошлет Господь. Если мы посмотрим книгу «Деяний святых апостолов», то апостол Петр ссылается на этот текст, «Имея в виду Христа». И в книге «Деяний» проповедь архидиакона Стефана, он тоже ссылается на этот текст, «Имея в виду Христа», под тем пророком, который как бы заменит Моисея. Заменит Моисея. Иисус Христос в своем человечестве совершал три служения. Он был истинный Бог и истинный человек. Так вот, в своем человечестве он совершал служение пророка, на этом настаивает догматическое православное богословие, первосвященника и царя. И царя. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Пророка из среды Тебя, из братьев Твоих, как Меня, воздвигнет Тебе Господь Бог Твой. Его слушайте. Так как Ты просил у Господа Бога Твоего, прихориви в день собрания, говоря, да не услышу впредь глаза Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь хорошо то, что они говорили Тебе. Я воздвигну им пророка из среды братьев их такого, как Ты, и вложу слова мои в уста Его. И Он будет говорить им все, что Я повелю Ему. Действительно, Христос все говорил, что принимал от Отца. Он говорил, я пришел во имя Отца. Я говорю вам то, что услышал у Отца. Но почему Он сравнивается с Моисеем? Потому что Христос ведь Бога-человек. Потому что Моисей законодатель. И Христос, который дает нам Новый Завет, Он тоже законодатель. И в некотором случае Он меняет закон Моисея. Помните в Нагорной проповеди? Вы слышали, что сказано древним? А Я говорю вам. И это повторяется несколько раз. Он Новый Вождь, Он Новый Царь. Он законодатель. Он будет говорить им все, что Я повелю Ему. А кто не послушает слов Моих, это говорит Господь, который Пророк тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу. Но Пророка, который дерзнет говорить Моим именем, то, чего Я не повелел Ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого Пророка предай смерти. Здесь говорится уже о лжепророках, которые будут говорить как бы от имени бога Авраама Исаака Якова, но они будут говорить и именами других богов, например, языческих. Будут создавать такие синкретические школы. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? То есть как мы сможем понять, истинный Пророк или ложный? И дается ответ. Если Пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие Пророк по дерзости своей, не бойся его. И мы знаем, всегда были лжепророки, и лжепророки были, и лжепророки были, и лжепророки были. Это такая реальность. Причем в Библии говорится в некоторых случаях, если лжепророк скажет, и то, что он скажет, исполнится, но потом он скажет, пойдем служить другим богам, его слушаться нельзя. То есть проверяли потому, исполнится или нет. И вторая позиция. Да, он сказал и исполнилось, но призвал к чуждому служению, а вода – зора, то есть другим богам языческим. Итак, сегодня мы оканчиваем изучение 18 главы книги «Второзаконие». Если будем живы, в следующий раз будем читать 19 главу. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. Поехали сюда. Продолжение следует...